здравствуйте подписчики канала и все кто интересуется лекарственными грибами мы продолжим с вами ознакомление со съедобным лекарственным грибом говорушка дымчатая из предыдущих публикаций вы узнали о ее противораковой и инсектицидной активности сегодня я предлагаю вашему вниманию краткий обзор научных исследований касательно ее противогрибковой активности для того чтобы посмотреть другие ролики с участием говорушки дымчатая необходимо находясь на моем канале в youtube воспользуется плейлистом говорушка дымчатая или найти их на авторском канале в одноклассниках текстовое сопровождение публикации можно найти непосредственно под данным роликом и так и он сук ким и ин кен ли корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий корея работа химические составляющие плодовых тел клитоцебы небуларис и их противогрибковая активность сообщается что в ходе поиска антимикробных веществ из экстрактов местных диких грибов кореи обнаружено что метанольный экстракт плодового тела говорушки дымчатой проявляет умеренную противогрибковую активность в отношении патогенных грибов поиск противогрибковых веществ привел к уделению небуларина фенилуксусной кислоты пурина уредина одинина урацила бензойной кислоты и монита небуларин и фенилуксусная кислота из говорушки дымчатой проявляли умеренную противогрибковую активность в отношении растительного патогенного аскомицетного гриба магнопортигрезия от автора магнопортигрезия это чрезвычайно эффективный патоген растений и является серьезной проблемой в регионах с умеренным климатом особенно в ворошаемых районах он известен под многими названиями такими как грибок рисового ожога гнилая шейка риса, болезнь рисовой рассады, болезнь риса, точечная болезнь райграсса, пятницность Джонсона и других грибок вызывает серьезное заболевание поражающее рис небуларин и фенилуксусная кислота из говорушки дымчатой проявлял умеренную противогрибковую активность в отношении распространенного вида грибов рода триховитон триховитон менментагрофитис он вызывает стригущий лишай у домашних животных дерматрофию это разновидность дермомикоза при котором поражаются поверхностные кожаные слои содержащие кератин у людей зоонозные заболевания кожи то есть передача микотических заболеваний кожи от вида к виду данный грибок находит часто у собак, кошек, кроликов, морских свинок и некоторых грызунов некоторые генетические варианты обладают потенциалом передачи от человека к человеку фенилуксусная кислота из говорушки дымчатой мощно ингибировала рост патогенного оомицета пифи ультимум от автора пифи ультимум это патоген растений который вызывает выпривание и корневую гниль сотен различных растений хозяев включая кукурузу, сою, картофель, пшеницу, пихту он частый обитатель полей, пресноводных прудов и разлагающейся растительности фенилуксусная кислота из говорушки дымчатой проявляла умеренную противогрибковую активность в отношении нектротрохного гриба батритис серый от автора гриб вызывает заболевание называемое серой гниью более чем 200 видов двухдольных растений и нескольких однодольных встречающихся в умеренных и субтропических регионах наиболее заметными хозяевами батритиса серого является винный виноград заболевание вызывает серьезные экономические потери для полевых и тепличных культур возбудитель батритис серый инфицирует как зрелые растения, так и рассаду часто поражаются нут, салат, брокколи, фасоль, виноград, клубника, малина, ежевика, луковичные культуры, томаты и многое другое, включая яблоки и апельсины Следующая работа Хедда Шрей и соавторы, представляющие Центр инфекционных исследований имени Геленгольца и Университет Бремена, Германия Работа Торичные метаболиты олеаканового типа из погруженных культур базиомицета клетоксиды небуларис Сообщается, что из говорушки дымчатой были выделены 7 сесквитерпиноидов названных небуканами AG1-7 При оценке биологической активности небукан D 4-й номер проявлял противогрибковое действие в отношении рода Турула глутенис От автора Это типовой род рода Турула базиомицетного рода розовых дрожжей насчитывающего 370 видов Сейчас все они считаются представляющими один таксон Грипп является распространенным колонистом животных, продуктов питания и материалов окружающей среды Он может вызывать оппортунистические инфекции Это большая группа инфекционных заболеваний, которые развиваются у пациентов с различными типами иммунодефицитов И характерны для людей с нормальным иммунным статусом Особенно заражение крови на фоне серьезного основного заболевания На сегодня у меня все В следующей публикации, посвященной данному грибу, вы узнаете о противомикробной и других биологических активностях говорушки дымчатой До новых встреч на канале Редактор субтитров А.Семкин